Как я уже вам говорила, персиковые оттенки являются самыми трендовыми в 2017 году. По крайней мере, этот тренд, я смотрю, продвигается на весну 2017 года. И сплошь и рядом, куда ни глянь, компании выпускают какие-то персиковые коллекции. И компания Colourpop не является исключением. Они недавно выпустили новую коллекцию помад, которая называется Just Peachy. Именно о ней сегодня пойдет речь, потому что я хотела показать вам этот набор в отдельном видео. Хотела показать вам свочи, как это выглядит все на губах. Потому что я от этого набора ожидала немножко другого. То есть на сайте у них свочи выглядят немножко по-другому. И скажем так, то, что я представляла, это не совсем то, что я получила. Но тем не менее, я не могу сказать, что я разочаровалась этим набором. По оттенкам, скажем так, решать вам, нравятся они вам или нет. И стоит для вас именно покупать эти помады или нет. И перед тем, как мы с вами перейдем непосредственно уже к оттенкам, хочу сделать небольшой обзор на помады, жидкие помады Colourpop в целом. Здесь получаю вот этот набор. Он, кстати, на сайте у них стоит 15 долларов. И получается, что если вы покупаете набор, вы экономите на каждой помаде по доллару. То есть так они обычно стоят 6 долларов. В наборе вы их получаете как бы каждую за 5. Поэтому, если вам нравятся эти оттенки по отдельности, то, конечно, есть смысл покупать набором. Если же вам понравится какой-то, например, один из набора, то, конечно, лучше купить один, потому что эта экономия себя не оправдает. В упаковке, по сути, здесь нет ничего особенного. Вы получаете просто вот такую вот картоновую обертку, в которую запакованы уже их как бы стандартная упаковка жидких помад. В коллекции здесь вы получаете две матовые помады, которые из коллекции Ultra Matte, и одну сатиновую из коллекции, соответственно, Ultra Satin. И, соответственно, когда вы переворачиваете, вот эта желтенькая посередине, это сатиновая формула, и две красненьких, это две матовые помады вы получаете. Что касается краткого обзора на эти помады, Я считаю, что сатиновая формула у Colourpop намного более удачная, потому что она намного более комфортная на губах, и в то же время выглядит, ну, практически матовой. Сатиновая формула у них выглядит так, как будто матовая помада вот не совсем до конца высохла, то есть она процентов на 80 высыхает, но вот этот легкий-легкий глянец все-таки присутствует. Если мы говорим о матовой жидкой помаде, то тут все зависит от того, в каком состоянии у вас губы, и я уже, кстати, недавно выпустила видео у себя на канале о том, как сделать носку матовой сушащей такой помады намного более комфортной. Я вам для этого оставлю ссылку, обязательно переходите по ссылке, и посмотрите этот трюк, если вы это видео еще не видели. Но что касается конкретно вот этой формулы, я не могу сказать, что она как-то, ну, разительно отличается от каких-то других матовых помад в бюджетной линейке. Для меня это типичная матовая помада, да, она сушит губы, если предварительно их никак не подготовить, да, она может как бы стянуть губы, но в то же время, опять-таки, если вы пользуетесь моим трюком, для вас это не должно быть проблемой. Поэтому я вполне могу рекомендовать этот набор к покупке. Я сама его купила главным образом, потому что персиковые оттенки, это одни из самых, наверное, освежающих для любых цветотипов, и покупая персиковые оттенки, вы, в принципе, не особо прогадаете, то есть, скорее всего, они у вас не будут просто вот так вот валяться, то есть, все равно вы будете их использовать. И что мне понравилось в этом наборе, что это не какие-то, вот знаете, банальные классические персиковые помады, помады, то есть, все-таки, они более интересные, вы потом по свочам это поймете, увидите. Но это, наверное, для кого-то как минус, так и плюс. У меня уже достаточно много помад, поэтому мне какие-то более интересные вариации этих оттенков нравятся больше. Но если вы ищете вот такую классику-классику, то это, скорее всего, не тот вариант, на который вам нужно обратить свое внимание. Ну и давайте теперь, конечно же, разберемся с оттенками. Первый оттенок, который я вам показываю из сатиновой серии, называется он Screenshot. Этот оттенок, наверное, самый носибельный из всех трех, то есть, самый такой нейтральный и самый светло-нюдовый, наверное, я бы сказала. И сам оттенок я бы описала как персиково-терракотовый. То есть, это не классический персик, вот как вы себе его представляете, это скорее вот такой вот персиково-терракотовый подтон. Очень интересно смотрится, на каждый день вполне подходит и в то же время комфортно носится на губах, не пересушивает тоже губы. Мне этот оттенок, наверное, понравился больше всего из этого набора. И что касается формулы этой помады, и что касается оттенка, мне кажется, эта помада очень удачная. Следующие две помады из матовой серии. Одна немножко светлее, вторая немножко темнее. Та, что светлее, называется Insigator. И здесь, опять-таки, оттенок очень интересный, потому что я бы его описала как персиково-коралловый. Здесь в этой помаде явно присутствует вот какой-то такой вот броский алый, алло-коралловый какой-то подтон, который, с одной стороны, очень освежает, но, с другой стороны, он не приглушенный. Это самый не приглушенный оттенок из трех, которые вы получите, если вы купите этот набор. С какой-то стороны он более кричащий, но в то же время он очень освежающий. То есть, если у вас какой-то минимальный макияж глаз, и вам нужно сделать акцент на губы, немножко освежить в целом общий вид вашего макияжа, то это отличный будет выбор помады. И последний оттенок, который я хочу вам показать, это оттенок Speed Dial. Это самый темный, персиковый, скажем так, из этого набора. И я бы его описала как персиково-кирпичный, причем кирпичного в нем, наверное, даже немножко больше, чем персикового. Помада эта достаточно темная, но тоже по-своему очень интересная. Что касается лично моих вкусовых предпочтений, то эта помада, наверное, нравится мне меньше всего из этого набора. Но, тем не менее, я хочу сказать, что все три помады я ношу. Ни одна из них у меня не завалялась. То есть, у меня, в принципе, рука к ним тянется. То есть, я постоянно то одной, то второй, то третьей крашусь. Ну, а ты все показала вам все три оттенка этих помад. Надеюсь, я помогла вам определиться, нужны они вам или не нужны. Заказать Colourpop можно на официальном сайте. Если вы вдруг не знаете, как заказывать за рубежом, можете обращаться ко мне. У меня есть проект по совместным покупкам Simplum. Ссылку я на него оставлю внизу. Если же знаете, отлично. Можете заказывать и напрямую. В общем, так как вам угодно. И на этом я, наверное, буду уже заканчивать это видео. Поставьте мне палец вверх, если вам нравится смотреть, как выглядит свочи. Не просто вот так вот на руке, а вот процесс нанесения, как это все выглядит, как оно ложится, как смотрится на губах. Обязательно поставьте палец вверх. Сообщите мне об этом в комментариях. Я тогда в будущем тоже постараюсь именно в таком формате делать видео. Перед уходом еще попрошу вас подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. А если вы уже подписаны, то, пожалуйста, нажмите колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписки. Таким образом, YouTube всегда будет вас оповещать о выходе моих новых видео. Иначе они могут потеряться и даже не показываться у вас в ваших подписках. Поэтому надеюсь, что вы это сделаете. И мы тогда увидимся с вами в следующих моих видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры haven Вотo мой канал! Продолжение следует...